и вот у нас вот это это значит вот это вот наша пси да и доказать мы должны что вот вот это вот а второе отображение вот это второе это просто вот нашу она нам дано нам его не надо строить то есть вот короче говоря вот этот вот верхний треугольник можно рассмотреть вот как вот этот треугольник да вот это вот будет у а это будет этого вот это будет psy то есть просто вот если вот так вот расположить то совершенно понятно что по универсальному свойству пушаута мы знаем что вот во первых мы знаем что вот эта композиция равна вот этой это просто коммутативность вот этого верхнего треугольника поэтому существует все вот этого фи да значит мы его построили и мы его построили таким образом что вот эти два треугольника коммутативны то есть мы значит давайте выпишем условия коммутации этих треугольников значит вот это фи то вот это psy вот это нижняя значит фи вот окей значит условия коммутации треугольников каково что значит вот это фи вот это у нас из b в d это т и вот это вот из c в это же да вот то есть мы получили что тэфи тэфи равняется пси это потому что мы его построю построили так да и тэфи равняется си и фи джи равняется у джи фи равняется у это вот коммутативность этих двух треугольников а смотрите что нам надо доказать нам надо доказать что фи это подъем то есть нам надо доказать что вот этот треугольник вот в этой маленьком вот уже представить я снова уже перерисую вот это вот правая часть вот вот это фи да вот это значит же cd x y и нам надо доказать что вот соответственно у п в нам надо доказать что эти два треугольника коммутативно давайте посмотрим а видим это или не видим потому что вот чтобы ну вот что вы видим на самом деле отсюда мы вот знаем вот эти два условия поэтому значит вот мы отсюда следует что вот если вот мы знаем что вот это пси на p равняется вот вот эта композиция да то есть мы знаем что вот что мы отсюда знаем мы знаем что пси сначала здесь пси потом p равняется тв тв окей good вот а из этого мы знаем что вот это что пси равняется fit и то есть если мы теперь умножим на п слева эту и эту часть мы получим что пи фи т равняется в т равняется в пи фи п пси и это равняется вот отсюда в т то смотрите в чем смысл да смысл в том что мы почти что получили что пи фи равняется в это то что нам нужно потому что вот фи вот в то есть вот это вот пи фи фи пи вот это вот это было бы было бы коммутативность нижнего треугольника но мы получили это как бы мы это не получили мы это получили что это равно только после вот умножения на эту т то есть после того что мы берем композицию вот с этим t то есть вот не коммутативность этого треугольника мы получили а то что вот предкомпозиция ст вот на это равна предкомпозиции ст на то и на самом деле аналогичным образом вот отсюда можно показать что мы аналогичным образом получаем что в пи фи g равняется в g то есть это означает что верхний 3 вот этот вот треугольник он верхний вы говорите коммутативен по-настоящему да 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 вы правильно говорите да конечно да верхний коммутативен по-настоящему да я согласен да да верхний да согласен да верхний коммутативен по-настоящему а вот этот вот нет то есть верхний коммутативен по-настоящему значит что пи фи равняется в это правильно правильно а да 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 это означает да 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 это означает что вот этот вот верхний то есть это означает что фи равняется жи у да и тут да 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 фи жи равняется у правильно жи фи равняется вот это мы получили то же самое да этому же вот равно от вот это рамки значит вот проблема с этим что нам нужно получить это без т вот но и тут значит мы хотим использовать значит единственность вот мы вот мы получили такое фи а с другой стороны мы можем вместо фи что мы можем построить час секундочку мы можем значит так из d в это самое мы можем а да да вот хитрость чем заключается теперь мы на самом деле будем рассматривать вот эту push out диаграмму не сексом а с игреком здесь то есть вот вот мы будем рассматривать вот на третьем шаге мы хотим показать что это верно без т и для этого мы рассматриваем вот эту вот диаграмму а c значит б а вот этот вот там push out наш в d как обычно а мы тут будем рассматривать не x а вот y ну и у нас есть на самом деле два отображения из d в игрек да про которые мы хотим кстати показать что они равны а именно одно отображение это фи а другое отображение это да фи пи совершенно верно да я извиняюсь да фи пи да фи наоборот и пи да а другое отображение это значит в и мы хотим показать что они равны ну вот ну хорошо значит нам нужно вот значит у нас есть вот эти два отображения из c в игрек значит это ну допустим вот это уп да и из b в игрек это ну вот тв ну вот и ну вот нам нужно показать что но это просто уже явное вычисление что и для вот этой стрелки фи пи и для в вот эти два треугольника коммутатива то есть что грубо говоря мы используем свойства единственности пушаута то есть мы ну например вот собственно то что вот эта стрелка она равна ты да и вот и поэтому вот например для пи для вот этой первой нашей пи фи вот то что ты в композиции с этим пи фи равняется т в композиции вот это с в вот это в точности вот то что мы тут имеем то есть вот это вот это на самом деле коммутативность этого нижнего треугольника ну и коммутативность там верхнего как тоже отовсюду следует то есть мы как теперь говорим что если у нас есть две таких стрелки для которых оба треугольника коммутативно то по свойству единственности пушаута значит эти стрелки равны ну и поэтому значит такое хитрое рассуждение ну кстати вот хиршкорн тут делает значит такое же замечание что что мы на самом деле доказали мы доказали что для любой стрелки п значит вот эти вот морфизмы которые обладают свойством подъема относительно п фиксированного п они значит обла замкнуты относительно пушаута то есть также как там было для композиции то есть вот мы же тут на самом деле использовали вы не говорили что вот эту п сначала возьмем одним потом другим п было одно и то же то есть любой стрелки п и если мы знаем что и удовлетворяет подъему относительно п это значит и его пушаут же тоже удовлетворяет отсюда важно потому что потому что если мы взяли бы п просто кофибрации фибрации если бы п было бы просто фибрации то те стрелки которые удовлетворяют подъему они не кофибрации а цикличные кофибрации вот потому что мы там доказали да то есть а а значит значит а значит пушаут а цикличной кофибрации он а цикличная кофибрация то То есть мы получаем таким образом не только что пушаут кафибрации и кафибрация, а еще что пушаут ацикличной кафибрации и кафибрации, ацикличная же кафибрация, что довольно важно в приложениях. То есть то, что кафибрация мы нигде не используем, правда? Мы просто используем так, что у нас для использования LTE-поднятия, значит, для пушаута мы для композиции LTE-поднятия. Ну да, да, то есть мы не используем, да, мы используем, что… Если улево агрегиональный класс, а не там? Без всяких, да, да, да. А дальше мы будем использовать то, что мы где-то тут доказывали, что вот тут мы раз и навсегда доказали, что те, кто замкнут относительно фибрации, а не ациклические кафибрации, а те, кто относительно ациклических кафибраций, они кофибрации, а не кофибрации, да? То есть если вот здесь вот эта вот фибрация и есть подъем, то для любого П, значит и это ациклическая кофибрация, если П наоборот ациклическая кофибрация и для любого такого П есть подъем, то и это значит просто кофибрация. То есть грубо говоря, если П это фибрация, то и ациклическая кофибрация, если П ациклическая фибрация, то и просто кофибрация. Поэтому мы здесь, варьируя вот это вот P в первом случае как фибрацию, во втором как ациклическую фибрацию, мы показываем, что пуш-аут кофибрации есть кофибрация, и пуш-аут ациклической кофибрации – ациклическая кофибрация. Понятно, да? Нет, все очень просто на самом деле. То есть очень просто, ну, немножко так нудно, но на самом деле, если так разобраться, как это все устроено, то даже, по-моему, красиво так проследить, да, ну, там интересно. Вот тут, на самом деле, я как-то вот, когда сейчас готовился, я, честно говоря, раньше, когда вот это вот прочитывал, так сказать, я халтурил это место. То есть я не понимал, что мы на самом деле, вот после вот этого, вот после того, что мы вот это фи строим, мы на самом деле получаем вот такое вот условие с этим еще T, а чтобы от этого T избавиться, нам надо еще второй раз смотреть. В общем, так, забавно. Вот, хорошо, значит, давайте, у нас есть еще немножко времени, давайте мы, ну, вот минут, ну, сколько? Сколько у вас, или уже нет времени? Сейчас 5-6, вы, ну, сколько, вот времени, мне кажется, я не могу. Сколько угодно? Ну, давайте я чуть-чуть поговорю, просто я определю, вот, цилиндр просто… А? Да, конечно, да, пожалуйста. Спасибо. 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 Вот, ну и все нам это надо было, конечно же, для того, чтобы определить цилиндр. Или, значит, цилиндр-обжект или пэс-обжект. Значит, напомню, что в случае топологии, как мы определяем то, что два отображения f и g из x в y гомотопные. Но мы можем это определять двояко. Либо мы можем сказать, что есть вот цилиндр над i, и есть такое h из этого цилиндра в y. Такое, что вот если мы теперь возьмем две стрелки и 0, и и 1, которые, соответственно, вкладывают x в верхнее и нижнее основания цилиндра, да, то значит, и 0 h равно f и 1 h равно g. То есть, если такое есть, то f и g называются гомотопными. Это отображение, это определение через цилиндр. А то же самое можно на самом деле сказать, вот когда у нас есть вот такое отображение из x на i в y, то то же самое можно сказать, что у нас есть отображение из x в пэс-обжект от y, да, то есть топологически это просто пути, просто все отображения из i в y. Ну, с какой-то там компактно открытой топологией вот с его. Вот, то есть я в этом не очень, к сожалению, понимаю. Ну, так, конечно, понимаю. Ну, неважно. Короче, на этом есть топология на всех таких отображениях. То есть это топологическое пространство, это внутреннее, да, так сказать, что это топологическое пространство. Это внутренний хом. Вот. И это некоторое, значит, пространство всех путей таким, которые начинаются где угодно и заканчиваются где угодно. И в том же случае, как вот у нас здесь было два отображения из... Ну, короче говоря, вот из этого пространства пути у нас есть два отображения в y, да. Ну, начало пути и конец пути. А вот это вот мы на самом деле рассматриваем как гомотопию. Вот. То есть... То есть имеется в виду, значит, что? Что вот мы можем... Ну да, то есть имеется в виду, что для каждой точки x мы хотим устроить некоторый путь из f от x в g от x. Вот. Если у нас такой путь есть, который непрерывно от x зависит, то это то же самое, что иметь вот такой цилиндр. правильно я говорю? То есть, значит, еще раз, у нас есть, значит, вот x, которое должно как-то отображаться, вот это h' это аналог вот этой гомотопии, в p от y, а это отображается в свою очередь в y на y. Вот. Это такой p-собжект, он отображается в y на y, и значит, нам нужно, чтобы одна проекция была равна f, а другая проекция была равна g. то есть, что тут есть две проекции в y, чтобы одна была f, а другая g. Вот композиции такие. Да, но это просто дуальное вот к этому. Ну, в случае топологических пространств, оно действительно дуально, оно ничего нового не несет. А вот... А вот... из p-y в y крест-y это начало и конец. Совершенно верно, да, конечно. Как мы по f строим как бы h' h' Да мы не строим, это некая гомотопия. А, то есть, это в кремнии. Ну, да, потому что это то же самое, что здесь. Нет, я просто утверждаю, что вот это данное и это, это одно и то же, потому что здесь вы на самом деле строите некоторый... Ну, смотрите, вот у вас есть этот цилиндр, он на верхнем основании равен там f, а на нижнем g. То есть, это означает, что если взять вот вертикальную такую вот линию, да, над x, то есть взять x на i и взять ее образ там в y вот при всевозможных t, то это получится некоторый путь в y, который начинается в f от x и кончается в g от x. Ну, вот то же самое можно просто сказать, но в случае таким образом, то есть, это два способа сказать одно и то же. Но в случае топологических пространств это действительно два способа сказать одно и то же, а в случае модельных категорий нет. И мы можем определять левую гомотопию и правую. Вот левую через цилиндр-обжект, а правую через п-с-обжект. Окей? Вот. Давайте, значит, скажем, что такое цилиндр-обжект. Значит, вот. Это важное уже понятие. Цилиндр-обжект, значит, от a. То есть, у нас есть некоторое a, и мы хотим определить, значит, цилиндр-обжект от этого a. Вот. Ну и определяем мы это таким образом. Это некоторое a-t, да? Он неоднозначен. То есть, мы не можем сказать, что это a, это x умножить на i. Это некоторый объект, который определяется некоторыми свойствами, и он неоднозначен. То есть, для кофибрантного он однозначен с точки гомотопии, насколько я понимаю, гомотопической там, а для общего a, насколько я понимаю, нет. Ну, он неоднозначен как к обозначен. Нет, ну, по крайней мере, да, даже для кофибрантного a, он конструкций может быть много. Просто можем говорить, да, то есть, нет, не конструкций много, а самих этих объектов много. То есть, объекты вот таким, значит, свойством определяются. Знаете, у нас есть вот a и a. Значит, это a умножить на a в случае xa нашего, это просто верхнее и нижнее основания цилиндра. Вот. Это x и это x, да, а тут еще цилиндр какой-то. Его пока забыли. Цилиндр это вот это будет x с тильдочкой. Весь цилиндр. Значит, у нас a умножить на a, оно, естественно, вкладывается в этот наш a-тильд. Это значит, верхнее и нижнее основания вкладываются в цилиндр. Значит, теперь у нас есть такая вот q-диагональ. Это всегда есть. То есть, это означает, что, ну, просто по тому же самому свойству q-предела у нас, ну, что такое вот это? Это q-предел диаграммы, в которой вот здесь вот существует. Начальный объект. Кстати, да, вот это тоже важное понятие, что в модельной категории всегда есть начальный и всегда есть финальный объект. Значит, а как вообще это доказано? Не было такой аксиомы. А была аксиома, что есть любые конечные пределы и ко-пределы. Аксиома 1. А дальше оказывается, что мы можем рассматривать вот этот вот ко-предел по некоторому вот функтору F по I, то есть I это значит некоторый функтор, то есть F это некоторый функтор из I в нашу C. И мы можем рассматривать его ко-предел. Значит, в частности, I может быть пустой категорией, то есть без объектов. И вот оказывается, что если взять халимит пустой вот этой вот индексин категории, то это будет начальный объект. А пустой значит является в частности калимит по пустому, он является в частности калимитом. Такое есть упражнение, значит, что калимит по пустой категории это начальный объект, а лимит по пустой, тоже пустой, лимит только, это финальный. То есть у нас есть и начальный, и финальный объект. Поэтому мы можем рассмотреть такую диаграмму, где вот 0 это начальный объект, и тут будет A умножить на A. Вот A, блин, вот такое A. Собственно, оно вот здесь вот и написано. Оно есть, потому что сначала мы говорим, что есть 0, а потом мы говорим, что есть вот этот вот, это конечный ко-предел, значит, вот он тоже существует. Окей, значит, теперь что такое вот эта дельта? Это ко-диагональ. А именно, чтобы сделать отображение сюда, нам нужно иметь вот такое отображение и такое. Но мы берем, что это просто единичное, и это единичное. То есть в теоретико-множественном смысле это просто дизъюнктное объединение двух множеств А, и это такое отображение, которое на этой части, на этой копии А равно тождественному, и на этой копии А равно тождественному. Ну а в общей категории уж как придется. Оно гарантируется тем, что вот есть такое вот общее свойство. Вот, окей. И значит, вот должно быть такое вот сигма, и эта сигма должна быть, значит, слабой эквивалентности. То есть сигма слабая эквивалентность, а вот и кофибрация. То есть это значит вот определение того, что такое цилиндр-обжект. Это значит, некоторый А с тильдой такой, что вот эта вот Q-диагональ раскладывается в композицию, И, а за ней сигма, такое, что сигма это слабая эквивалентность, и только, то есть она не, да. И, а И это кофибрация. Ну, в данном случае, вот в нашем случае, когда мы знаем, что это, значит, в нашем случае что говорится? Говорится, что вот у нас есть цилиндр. Вот, вот это вот просто дизъюнтное объединение верхнего и нижнего X. Вот, значит, оно, конечно, отображается в X. Вообще весь цилиндр отображается. То есть у нас есть вот отображение всего цилиндра в X. Вот, а сюда, а теперь мы еще X и X отображаем в этот цилиндр. И мы вот это вот, вот это стандартное отображение, оно вот как бы на одном X, равно тождественному, и на другом. И мы, значит, это вот отображение берем как композицию двух. Вот это наша X с тильдочкой. Вот это вот слабая эквивалентность, вот это вот, ну, из W, вот это слабая эквивалентность. Потому что, ну, очевидно, что цилиндр там в любом случае гомотопический эквивалентен этому X, а это вот кофибрация. Это мы берем, значит, и... Да? Ну, как вложение. То есть в этом смысл. То есть мы вот эту картинку пытаемся аксиматизировать. Мы говорим, что вот мы рассматриваем такой объект а с тильдой, такой, что вот это вот кофибрация, что ко-диагональ раскладывается в композицию, значит, кофибрации, а за ней слабая эквивалентность. Тогда слабая эквивалентность, тогда вот это называется цилиндром. Окей. А зачем нам это нужно? Ну, потому что теперь мы можем таким же образом... Вот мы все определили цилиндр, определили. Их много. Никто не сказал, что этот цилиндр один. Их много. Много есть разных цилиндров. Вот. А дальше выберем какой-то. И скажем, что F, значит, лево гомотопно G, ну, правильно сказать, даже не лево, а лево и с определенным цилиндром, да? Вот это два отображения из А в Б. И вот мы берем тогда, чтобы сказать, что такое их гомотопия, мы берем левая гомотопия, мы берем некоторый цилиндр от А, и да, и тогда, значит, вот говорим, что они гомотопны, если есть такая вот ситуация, что у нас этот цилиндр... Ну, то же самое, что мы делаем в топологических пространствах, что есть некоторое отображение H, это вот цилиндров B. Тут у нас есть А на А, вот это вот и наша кофибрация. А это вот отображение, которое имеет как раз компоненты F и G. То есть оно на первой копии А равно F, а на второй копии равно G. То есть некоторым данным является вот это H, это гомотопия. Это ровно то же самое, что у нас было H там, но теперь у нас эта гомотопия зависит еще от выбора цилиндра. То есть мы хотим в идеале, что мы хотим сказать? Мы хотим сказать, что вот эта штука – это отношение эквивалентности. А в чем у нас заключается трудность в этом? Ну, потому что трудность заключается в транзитивности, да. Потому что если у нас F... Ну, потому что вообще говоря, F мы говорим левоэквивалентно, вот тут я неправильно все-таки написал, левоэквивалентно, если для какого-то цилиндра F эквивалентно G. То есть так вот F эквивалентно G гомотопически для какого-то цилиндра А-сильда. А теперь G эквивалентно там H, H неправильно было писать, конечно. Ну, неважно, заберемся. Ну, не этому H, а другому. Для другого цилиндра. А нам надо получить F эквивалентность H, и тогда мы должны в каком-то смысле скомпоновать эти цилиндры. Но мы знаем, как нам делать топологически, да. Вот если у нас есть два цилиндра, вот у нас есть вот... Ну, как в конце концов мы доказываем топологически, что если транзитивность этого отношения эквивалентности. Но мы просто берем и тупо один цилиндр приклеиваем к другому. Правильно? Если вот тут у нас есть своя гомотопия, значит, в... Вот в этот самый... В B или в Y в моих обозначениях, которая на вот этом основании равна G, на этом основании... Ну, там есть три отображения есть, и вот на этом основании эти два отображения совпадают, поэтому можем склеить. А тут есть гомотопия там H1, и они склеиваются, потому что на этом основании и первая, и вторая гомотопии равны, значит, G. Поэтому их можем склеить в некоторую такую тотальную гомотопию H, и в нее на верхнем основании будет F, на нижнем G. Вот, собственно, мы ровно вот это хотим сказать. Вот, ну, для того, чтобы это сказать, мы сначала... Значит, тут есть тоже некоторая небольшая такая история, что... Ну, то есть... Ну да, то есть сначала есть некоторая такая вот лема, которая на самом деле в этом всем нужна. она... Не, ну, смотрите, я могу... Ну, давайте вы мне какой-то лимит укажете, чтобы я... Я могу сейчас кончить, если вы не спешите, никто... Ну, давайте я тогда еще чуть-чуть поговорю, ну, просто вот... Ну, минут примерно 20, ладно, и закончу. Ну, просто чтобы уже... Просто если это все, ну, переносить на следующий раз, тогда вы уже забудете... Ну, те, кто не знает, забудет, не знал, точнее, забудет, это к следующему разу. Или, может быть, я по себе сажу в вашем-то возрасте хорошая память. Я бы забыл, ну, блин. Если бы не знал. А, вот все, это у меня. Вот, значит, такая у нас есть лема, которая говорит следующее, что пусть, пусть, а сильда, это цилиндр, а. То есть у нас есть а на а, там, вот, а сильда, но это еще там есть а, сигма. Вот, тогда я могу вот взять сюда, могу, вот, есть два вложения, да, две стрелки, в первое, а и во второе. Ну, они все тождественные, но их можно как-то тут обозначить. Можно их обозначить, вот, они обозначаются ин-1, допустим, и ин-2, то есть инклюжен. То есть вот можно, то есть вот эту сигму я забуду сейчас, вот у меня есть цилиндр, в нем есть два вот этих отображения. Значит, утверждается, что вот эти композиции, это... А? А почему это не выкруто? Еще раз. А почему эта эквивалентность, она как не выкруто? Потому что можно и правую, но просто нет, нет. Значит, доказывается следующее, что вообще говоря, оно не является эквивалентностью в принципе. То есть вот для того, чтобы это было эквивалентностью, нам нужно использовать, что А является кофибрантным объектом. А для того же... А мы можем вот с помощью пути, вот как я там ниже говорил на верхней доске, вот этого PathObject, мы его тоже можем сформулировать. Но, наверное, про PathObject я уже сегодня не буду говорить в этой абстрактной кинетели, но вот его тоже можно сказать. И... Нет, то есть смотрите, смысл в том, что вот эта вот склейка цилиндров, вот как вот я тут объяснял, чтобы доказать транзитивность, она не дается даром. И вот мы сейчас увидим, что чтобы это вот проговорить, нам на самом деле нужно наложить условие, что А кофибрантен. Значит, А кофибрантен, это означает, что вот из вот этого нулевого объекта единственная стрелка в А это кофибрация. А Б и Х фибрантен, это означает, что вот в финальный объект вот это будет фибрация. То есть это вот когда... Тогда А называется кофибрантным, а Х фибрантным. Если А кофибрантен, да, то это будет отношение эквивалентности. И вот мы сейчас увидим, что это условие действительно нужно для того, чтобы склеить два цилиндра. А значит, если Х фибрантна, то мы можем наоборот вот этот вот путь, вот такую развести, вот типа науку, как примерно, как я сказал тут, вот правую. Это будет правым отношением, оно будет отношением эквивалентности, если Х фибрантен. А если А кофибрантен, а Х там фибрантен, то отображение для отображения из А в Х левая гомотопия и правая это равносильные понятия. То есть это такая тотальная гомотопия. Чтобы было эквивалентность, что надо требовать А кофибрант. Вот в том, что мы сейчас делаем, да, нужно требовать А кофибрант. И больше ничего, да. А чтобы с помощью пути, вот правая гомотопия, нужно требовать, чтобы там вот второй объект, Б, был фибрантен. А теперь, если условия оба, условия выполнены, если А кофибрантно и Б фибрантно, то оба отношения эквивалентности совпадают. Левая и правая. Но это мы, допустим, это мы вот не будем сейчас заниматься. Нет, ну я просто хотел, я не знаю, что-то вот такое сказать, чтобы что иначе, если бы я говорил. Просто на самом деле оказывается, что в том, что мы вот, я хотел рассказывать на самом деле через симплециальные категории, оказывается, вот про ту нашу науку, которой мы там занимались, оказывается, что если у нас есть симплециальная модельная категория, то с этой точки зрения это просто дает некоторый канонический такой выбор цилиндра и цилиндр-обжект и пэс-обжект. То есть просто вот эта вот симплециальная структура, она приводит просто к некоторым простым видам вот этих цилиндров. А? Пэс-обжект, чего тогда? Пэс, нет, если у нас симплециальная, то не нужен, а если не обычная, вот как мы сейчас рассматриваем, то у нас нету канонических цилиндров. Ну про симплециальные мы потом поговорим. Просто я вот, я просто подумал, как это все можно рассказывать, и я подумал, что вот если не объяснить это. Мне кажется, вы разные вещи говорите. Вот мне кажется, Аршак говорит следующее, если я правильно его понял, что если есть модельная категория, то можно смотреть оппозитную категорию. Вы это имели в виду, да? И оппозитная категория становится тоже модельной. Ну, понимаешь, что такое оппозитная? То есть, в которой композиция в обратную сторону. Вот, она тоже становится модельной. Значит, если кофибрации в старой категории станут фибрациями, фибрации станут кофибрациями, а слабые эквивалентности останутся тем, чем они были. И поэтому, на самом деле, так как мы и цилиндр, и песс определяем через калимит или лимит, pullback или pushout, соответственно, а при двойственности там калимит переходит в лимит, но вот Аршак говорит, что если вот это все проговорить, то на самом деле ничего специального про песс-обжект говорить не надо, потому что он в этом смысле просто двойственен к тому, что мы делаем сейчас с цилиндром. Ну да, но просто как, так это не видно, но на самом деле просто тут, ну, хорошо, мы это не сегодня, давайте мы все-таки что-то закончим. Вот, значит, тогда я хочу сказать, значит, это мы как обозначали там, я уже забыл, и, да, вот я хочу сказать, что вот in1i и i in2, это значит слабая эквивалентность, то есть, извиняюсь, да, слабая эквивалентность, все правильно, то есть слабая эквивалентность, слабая эквивалентность. окей, значит, ну, Ну да, вот эта композиция и вот это обе слабые эквивалентности. Если, сейчас, нет, а даже не должен быть, а, нет, акофибрантин, я извиняюсь, да, да, а, да, да, акофибрантин, конечно, да, я извиняюсь, да, да, акофибрантин, да, я очень извиняюсь, да, акофибрантин, да, тогда вот эти, тут тоже напиши, и врань, тогда вот эти два отображения слабые эквивалентности. Вот, значит, как мы это доказываем, да, мы Ну да, сначала мы показываем, что вот эти два вложения, что они являются вот IN1 и IN2, они, значит, просто кофибрации. Но это как-то совсем вот должно просто следовать, а именно вот из какой-то, небось, такой диаграммы А, А, тут, значит, будет вот это А, правильно я говорю или неправильно? Неправильно. Нет, а... Ну нет, внизу справа будет А объединение. Да это я понимаю, но просто, а как я получу IN1? Ну это пушаут, в смысле. Это пушаут, пушаут. А, ну да, да, совершенно верно. Тогда это, значит, как раз вот, допустим, ну вот это, допустим, будет IN1, а это будет там IN2. То есть оно сказано, что объекты являются вот здесь? Да, я сказал, вон там, вы прогулали, ну, уходили куда-то. Вот я тут это объясню, да. Вот, да, значит, тогда у нас А кофибрация, значит, вот это вот, это будет кофибрация, вот, потому что по определению, а это у нас пушаут. То есть имеется в виду, что вот эти два вложения, это, соответственно, вот эти два вложения, которые задаются пушаут-диаграммой. Ну, да, зависит, конечно, какой из них первый, какой второй. Это от нас зависит. Как скажем, так и будет. Вот, ну, короче говоря, вот отсюда видно, что они оба являются пушаутом вот этих вот кофибраций, а значит, они кофибрации. Вот, а теперь, да, а теперь у нас, значит, есть какая ситуация, что у нас есть вот это вот А умножить на А, вот тут, значит, это А, допустим, вот тут А сильда, значит, вот тут будет А, да, вот это сигма, вот это ко-диагональ, вот это вот И, вот это, допустим, И на один. Вот, и я доказал таким образом, что она, значит, кофибрация, а я еще хочу доказать, что она слабая эквивалентность, да? Значит, как я это буду делать? Ну, вот я знаю, что вот это вот отображение, это тождественное, конечно, отображение из ОВА по определению. Вот, сигма – это слабая эквивалентность? Да, значит, сигма, значит, у нас есть вот такая диаграмма. Значит, вот у нас есть одна стрелка – это вот такая сквозная стрелка, вторая стрелка – это сигма, а третья стрелка – это identity. Значит, первым делом я покажу, что вот эта вот композиция – это… Ну да, собственно, это мне и надо показать, да, что эта композиция – это слабая эквивалентность. Ну, действительно, я знаю, что эта композиция, потом сигма дает мне то же самое, что identity. Identity является слабой эквивалентностью. Да, кстати, а почему является? Там не было такого, да? Это тоже как-то надо показывать, то есть… Ну, надо показать, да, то есть надо как-то отсюда умудриться вывести, что identity – это значит слабая эквивалентность. Ну, окей. Ну, это упражнение. Давайте. Identity – это слабая эквивалентность, значит, вот сигма… По-моему, нету требования, по-моему. Да, но не может быть просто… Не-не-не, сейчас, 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 сейчас. То есть, нет, а почему, собственно? Нет, ну, должно быть, да, что любой изоморфизм – это слабая эквивалентность, но тут такой аксиомы нету. То есть это надо каким-то образом вывести, что любой изоморфизм является слабой эквивалентностью. Ну, да, но нам надо знать, что из них кто-то является. Не, ну, в общем, это надо как-то показать. То есть, ну, я не буду сейчас показывать. Это из разложения. Что? Из разложения. Как-то из разложения. Вот CM4. То есть, CM5, CM5, да, как-то надо использовать. Да, слушайте, ну, давайте мы вот… Давайте вот это будет упражнение, значит, что это слабая эквивалентность, и вообще любой изоморфизм – это слабая эквивалентность. Вот, а если это мы знаем, то тогда, значит, в этой диаграмме сигма и вот эта identity – это слабые эквивалентности, а значит, вот это тоже. Значит, получается, что вот эти вот композиции, вот, они являются и кофибрациями отсюда, то есть мы показываем, ну, да, и слабыми эквивалентностями. Все, вот это значит то, что нам нужно было для того, чтобы начать всю эту игру. Теперь мы хотим доказать, что если… Мы доказали, да, что композиция IN и И, IN1 и IN2, и они обе слабые эквивалентности, да. Где вы сначала сказали, что в итоге IN – это кофибрация? Ну, где вы смотрели, что IN – это кофибрация? А, вот здесь, ну, потому что вот мы же говорим, что вот это мы… Нет, чтобы слабая эквивалентность – нет, но чтобы показать, что это кофибрация, мы говорим, что вот это является пуш-аутом вот этого. Не, не, не нужна, нет, нет, да. Ну, да, насколько я понимаю. Вот, хорошо. Значит, теперь я хочу показать, что если А кофибрация, если А кофибрация, то левая гомотопия, то есть вот как мы… это, это эквивалентность. Отношение эквивалентности. Вот, ну, как все знают, нам надо доказать три условия. Значит, первое – это рефлексивность, да. Значит, как мы его доказываем, эту рефлексивность. Вот у нас есть, предположим, что F… предположим, что, значит, вот F эквивалентно G влечет G, ну, равносильно, G эквивалентно F. Окей, значит, предположим, что у нас есть такая вот диаграмма, А на А в B – это FG. Рефлексивность, нет? Симметричность. А рефлексивность – это XX, и это FF. Да, значит, второе, ну, там будет FF. А вот третье – самое сложное, это, значит, Афильда в B – это некоторое H. То есть вот предположим, что у нас есть для некоторого цилиндра, значит, вот такая вот история. Вот, и мы хотим теперь, чтобы, значит, вот оно дает эквивалентность F и G. Тогда, значит, вот утверждается, что как доказать, что G эквивалентно F? Ну, нужно, значит, сделать другой какой-то цилиндр, для которого канонически G будет эквивалентно F. Но этот другой цилиндр строится, на самом деле, с помощью вот этого флипа, который просто меняет местами эти две компоненты. Первую во вторую переводят, а вторую в первую. И тут у вас есть вот эта вот Афильда, которая была тут, сигма. Вот, и утверждается, что это тоже, значит, цилиндр тогда. Ну, значит, собственно, почему? Потому что у вас, значит, есть вот это вот отображение в А, оно будет слабой эквивалентностью... А, сейчас, да, вот есть вот это отображение вот И, как оно там обозначалось сейчас? А, нет, сигма это было, это не это было сигма, я извиняюсь, это было И, а это как раз было сигма. Да, вот есть это, значит, И, а мы тут берем вот композицию этого И с этим Тау, и вот утверждается, что вот это вот, потом сигма, это тоже будет цилиндр. Значит, что нам нужно, собственно, показать? Нам нужно для этого показать, что Тау является кофибрацией. Но это мы как-нибудь покажем, да? То есть, ну, сейчас, как мы это будем показывать, я, честно говоря, сейчас не соображу. Ну, в общем, как-нибудь мы это покажем. Это фибрация АИ. Что? Это ретракция АИ. Да, вот, вот, не ретракция, а из 2, из 3, 2, совершенно верно. Близко, ну да, да, потому что если Тау примените 2, а, нет, не получится, потому что мы же не знаем про Тау ничего. Ну, ну, ну да, ну, ну да. Нет, но если бы мы знали, что Тау является, тогда, ну, у нас есть 3 отображения, Тау, Тау и АИ, из которых про 2 мы ничего не знаем. Ну, что Тау, вот этот флип на прямой сумме А и А, это является кофибрацией. Ну, в общем, это мы как-нибудь покажем. Из аксиом, давайте сейчас, я что-то, сейчас уже просто, когда все вот это занимаешься, уже я как-то плохо соображу. Да, да я, наверное, блин, наверное, я сейчас это, ну, можно так, конечно, пометирать, лучше вам в качестве упражнения оставлю. Вот, то есть вот это вот тоже является цилиндром. А с другой стороны, вот так как оно меняет местами все вот это дело, то если мы рассмотрим, вот давайте мы это обозначим и штрих, да, вот эту композицию, то если мы рассмотрим теперь вот такую вот штуку с этим вот и штрих, вот, в А тильда, то есть А тильда то же самое, только вот это вот отображение другое, вот, а тут будет, значит, в Б то же самое А, что было, то тут, естественно, это будет, значит, Ж, Ф, ну, это очевидно. Вот, поэтому они оказываются гомотопными, Ж и Ф, с каким-то другим цилиндром, то есть немножко подправленным. Вот, теперь, значит, второе давайте, что Ф, ну, то, что Ф и Ф, они эквивалентны, это очень просто. Это значит, мы можем взять А умножить на А, оно отображается в А, и вот там нужно построить вот эту гомотопию из А в Б, но есть некоторый тривиальный выбор этой гомотопии. Можно взять композицию вот этого вот Сигма с некоторым отображением Ф из А в Б. То есть это тоже некоторый выбор вот нашего Аш. Но этот выбор, он настолько тривиален, что так как вот эти-то сквозные отображения, они равны единице, то получается, что вот если мы такое сделаем, то это будет Ф и на первом, и на втором основании, да, потому что, ну, это как будет композиция вот этих вот единиц Ф, то есть оно Ф и на первом, и на втором основании, то есть оно и на верхнем, и на нижнем, то есть оно даст как бы F эквивалентно F, это не очень сложно. А вот, да, а третий, то есть, значит, ну, ну да, то есть, в общем, я думаю, что все, что тут уже, просто у меня уже, я сам немножко встал, то есть, на самом деле, я думаю, что все, что тут оставляется, можно доделать в качестве упражнения слушателям, по крайней мере, попытаться, и можно будет обсудить. То есть, тут надо показать, что Тау — это кофибрация, а тут, ну, тут это, в общем, очевидно, да, что вот здесь вот, что вот эта диаграмма коммутативна. Ну, 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 действительно, вот если вот А в А, вот здесь А сильда, значит, здесь кодиагональ же у нас в А, вот, сигма, а кодиагональ, она на ту и кодиагональ, что вот эти вот два вложения, которые у нас тут есть, дают identity, вот здесь вот с кодиагональю. Ну, поэтому, если мы, значит, вот возьмем тут, например, А, и вот это мы знаем, что будут identity, вот эти композиции, и тут мы две композиции, два identity еще компонируем с F, но мы получаем два раза F, как бы, то есть, ну, это очевидно, на самом деле. Вот, ну, да, понятно? Вот, хорошо, а, значит, вот то, что менее тривиально, это про вот склейку этих двух цилиндров, и, то есть, значит, идея, она понятна, да, то есть идея, вот я ее там сказал, что у нас есть там два цилиндра, и мы хотим, вот, то есть в нашем случае это один цилиндр, вот, у нас есть один и тот же цилиндр, потому что в топологических пространствах он один, вот, ну, по крайней мере, есть канонический. Вот, мы можем, как бы, чтобы показать, что если F эквивалентно G, а G, ведь это H будет большое, там, какое-то, вот, если F эквивалентно G, это делается с помощью первого цилиндра, G эквивалентно H маленькому с помощью второго, и чтобы показать, что F эквивалентно вот этому самому H, то есть транзитивность, нам надо просто эти два цилиндра склеить, и, благо, и в первом, и во втором случае, вот на этом основании для первого оно нижнее, для второго верхнее у нас отображение равно H, то само отображение из цилиндров Y тоже можно склеить, и вот это будет, значит, уже некая гомотопия. Вот, отлично, отлично, замечательно, да, замечательно, как, вот, как показать, что изоморфизм, вот я же, вот, блин, подготовил это, просто выплывал. Есть, конечно, да, потому что очевидно, что эти аксиомы, в них столько много говорится, что уж как-нибудь, да. Ну, понятно, что он говорит, что если у вас есть левая стрелка изоморфизм, равно как, в общем, и правая, ну, допустим, левая, то у вас для любой правой стрелки, вот, для любой P, вот, справа, вот, свойство поднятия есть, вот, автоматически, да, вот если вот это вот изоморфизм, вот, то у вас просто есть, вот, для любого P, оно не обязательно даже будет в фибрации, и просто вы можете вот эту стрелку определить как инверс, вот, обратная к этому, композицию там с этим. Вот, поэтому это будет, так как, ну, в частности потом можете сказать, окей, пусть это будет для P ацикличной фибрации, тогда это значит кофибрация. Да, спасибо большое. Вот, да, поэтому, значит, любой изоморфизм действительно является кофибрацией, поэтому Тау является кофибрацией, поэтому до данного момента мы все сделали честно, но дальше вот я боюсь, что вот этот вот, тут я даже себе вот из Харцхорна распечатал, потому что у него как-то все-таки, то есть не из Харцхорна, у него более разумно это говорится. Есть вот стандартная книжка по алгебраической геометрии Харцхорна, а есть, значит, Хиршхорна. Это вот стандартная такая, ну, в общем, я думаю, самая такая обстоятельная, такая именно как учебник вот по модельному категорию. По-русски говорят Харцхорна, а по-русски говорят Харцшорна. Харцшорн. Харцшорн. Да? С. А, окей. Ну, это говорит Хиршхорн, я думаю. Хирш это, как я понимаю, олень по-немецки. Хирш это олень, а хорн это рок, да? То есть, значит, олень и рок. А Харцшорн это что-то другое. Это даже с сердцем связано, да? Нет. Там HP. Да, в общем, у нас с этим все проще. С фамилией. Да, в общем, короче, значит, смотрите, что тут предлагается сделать. Значит, предлагается сделать следующее. Ну, тут я вот считю в конце, потому что я уже там, ну, тут есть несколько, значит... Нет, вот в принципе все написано и все понятно. Ну, я чуть-чуть скомкаю, значит. То есть, идея в том, что я хочу склеить эти цилиндры, да? Пусть я их буду обозначать, вот, допустим, А тильда 1 и А тильда 2. И пусть у меня вот этот цилиндр с А тильда 1 дает мне гомотопию F и G. То есть, значит, у меня есть А на А, а тильда 1, значит, это там и 1. Ну вот. А это, значит, вот B, некоторое отображение H1, а это F и G, да? И пусть у меня другой цилиндр, а 2 с тильдой дает G на H. Вот, а я хочу получить некоторый третий цилиндр, в котором было бы F и H. Вот, и я, значит, для этого делаю следующее. Я беру, да, опять, А, конечно, кофибрантен, продолжает предполагаться. Значит, я беру вот... Вот будет тут два отображения, вот... Я понимаю, я просто насчет обозначений хочу тут как-то попариться немножко. Значит, А1 тильда тут будет, А2 тильда. Вот, вот тут вопрос, значит, в том, что вот должны быть эти отображения. Это должны быть отображения как раз вот... Вот это наш первый цилиндр, А1 тильда, а это А2 тильда. Вот эти два отображения. В случае А1 должно быть нижнее основание, а в случае А2 верхнее. То есть ровно те основания, которые мы хотим склеить. Вот, я хотел, значит, тут ввести какие-то обозначения, и у меня как-то с этим туго получается. Ну, давайте вот И1, 0 и И1, 1. Это будут, вот, соответственно, две вот таких отображения, когда я еще... То есть вот А, А1 тильда, да, когда я беру композиции с А, это будет И1, 0 и И1, 1. Вот. А будет у меня еще, значит, А с А2 тильда, это будет И2, 0 и И2, 1. Это то же самое, это композиции, значит, с первым и со вторым вложением в компоненты. Да? Понятно? Понятно? Или уже устали? Ну, в общем, короче говоря, вот я... у меня есть два отображения из А в цилиндр, там, в верхнее основание и в нижнее. Я это обозначаю для первого цилиндра И1, 0 и И1, 1, а для второго И2, 0 и И2, 1. Вот. Поэтому тут я беру нижнее основание для А1, я беру, значит, И1, 1. А тут я беру верхнее и 2, 0. Вот. Я их хочу отождествить. Вот. И тут у меня, значит, будет пуш-аут, я буду, будет некоторое А3. А3 это по определению пуш-аут. Пуш-аут. Прекрасно. Вот. Теперь, значит, теперь я хочу, значит, построить цилиндр, да, вот. Я хочу вот этот А3 сделать цилиндром, вот. Да, значит, вот у меня, давайте я вот эту диаграмму немножко перерисую. Вот. Тут будет А, и тут будет еще А. Значит, вот эти вот А, это наоборот, будет, соответственно, в случае А1 будет верхняя основа, будет и 1, 0, а не и 1, 1, да, а это будет и 2, 1. То есть это будет нижнее основание, и вот, соответственно, вот эти вот композиции я вот буду рассматривать. Я их назову, как я понимаю, и 3, 0 и и 3, 1. Вот. И, значит, я хочу показать, что и 3, 0 и 3, 1, значит, из А на А в А3 тильда, это кофибрация. Вот. Ну и как-то мне это там надо, значит, показать. Ну, вроде бы это, это просто делается, да, потому что как-то... Наверное, какие были нормы приодетом кофибрации? Совершенно верно, да, да, вот эти 2, это кофибрации, да, потому что вот это и это, они являются, соответственно, пулбэками, пушаутами вот этих вот 2 отображений, и, значит, они кофибрации. А это, получается, значит, это вот те же самые, да, то есть получается, что они композиции 2 кофибраций, а это мы раньше доказали, что кофибрация, если А кофибрантно. То есть это вот 2 кофибрантных отображения, и на самом деле они даже слабые эквивалентности, как-то там это тоже можно доказать, в общем, что они слабые эквивалентности. В общем, давайте вот я просто сейчас скажу некоторый конклюжен, а может быть я как раз, чтобы вспомнить, что это все такое, там, в следующий раз это все. Ну, у нас как бы вот есть, у нас есть 2 отображения из А в А1, и 2 отображения из А в А1 сильдочка, и в А2 сильдочка, правильно? Вот, вот эти 2 отображения, которые для А1 нижняя, нижняя грань, то есть, а для этого наоборот верхняя, вот я их тут вот написал, вот мы используем как раз вот для этой склейки. А у нас остаются еще 2, то есть наоборот верхняя для этого и нижняя для этого. Вот мы их используем вот здесь. Да, тут даже вопрос, вот я про маленький вопрос не понимаю, как из 2 отображений для А1 сделать отображение из А1 сильдочка на А1. А, окей, потому что у нас же это пушаут, вот потому что, вот что такое А, дизъюнкно с А, да, чтобы вот задать из него отображение в А3 с этой хренью, нам нужно, ну, тут у нас как бы это пушаут такой диаграммы. Вот здесь будет А, здесь будет А, а здесь будет начальный объект. А, а это пушаут по поделению, да? Что? Ну да, поэтому вот если у нас есть это отображение, это есть, вот это вот есть, вот мы строим вот это отображение. И от этого отображения нам надо, чтобы оно было, соответственно, кофибрацией, вот мы знаем, что каждая компонента является кофибрацией. Вот. А вот на самом деле доказать, что оно само является кофибрацией, это несколько геморно, вот. И это как-то тут делается с помощью двух пушаутов, и я это, я это сейчас вот постараюсь, в общем, замну. Ну, давайте, может быть, если в следующий, я могу вам скинуть вот эту страничку, где оно там написано, вы сами посмотрите, ладно? Потому что, ну, я просто это сейчас уже, не то, что это сложно, просто уже немножко устал, и я это не проговорю хорошо, просто за этим всем тут следить надо. Ну вот, то есть, значит, короче говоря, нам надо доказать, то есть, вот эти два, две тривиальных кофибрации мы построили, да, и, значит, теперь у нас есть отображение еще в А, отсюда, да? То есть, нам его нужно построить. А как мы, собственно, его строим? Мы его строим, имея вот эти отображения. Да, потому что вот эти отображения должны быть единичными, да, вот это единичное отображение, и мы тогда, имея там этот там пушаут, уже, ну да, мы можем построить вот такое отображение. И дальше там то, что у нас есть это свойство два из трех, мы хотим показать, короче, что вот это вот отображение, это слабая эквивалентность. Ну, действительно, если мы знаем, что вот это вот слабая эквивалентность, а это мы как-то, значит, а, вот, 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 как мы знаем, вот это вот, кстати, интересный момент. Значит, вот это я вспомнил хорошо, что вот это, как мы знаем, то есть, я хочу доказать, что вот это вот отображение, это слабая эквивалентность. Для этого я хочу использовать два из трех. Значит, каким образом? Что вот, например, в этом вот треугольнике вот это, это просто единица, тождественное отображение, а дальше у меня есть вот это вот композиция. Если я докажу, что это композиция, это слабая эквивалентность, тогда из два из трех будет, что это стрелка слабая эквивалентность. Да, тут, значит, мне вот это я уже раньше доказал, что слабая эквивалентность, да, это у нас был пункт один. Это мы знаем, что слабая эквивалентность. А почему вот это-то слабая эквивалентность? Это же просто кофибрация, да? А вот потому что вот эта штука, это на самом деле не только кофибрация, а это ациклическая кофибрация. А как я вот объяснял раньше, то варьируя вот это вот P, мы можем показать, что пушаут ациклической кофибрации, он тоже ациклическая кофибрация. Поэтому вот эта штука, она не просто кофибрация, она ациклическая кофибрация. Таким образом, мы получаем композицию двух ациклических кофибраций. То есть это снова слабая эквивалентность, да? И, значит, вот поэтому получается, что вот эта стрелка Sigma 3, она тоже является, в общем, слабой эквивалентностью. То есть, понятно, да, в общем, осуждение? То есть мы используем свойства пушаута не только для кафибрации, а для циклических кафибраций. И отсюда мы получаем, что вот эта штука, она... Ну, я думаю, что сейчас это, может быть, уже не так просто может проследить. На самом деле, я вам скину все, что я сегодня использую. Это будет в чате сегодня вечером. Хорошо? То ациклическая кафибрация, ее ушел на ациклическая кафибрация, но ушел слабый эквивалент или не слабый? Нет, нет, ну вот именно что это кафибрация. Ну, в том, что условие на то, что А это кафибрация, а объекты важны. Оно важно, да, да, оно важно, да. Да. Оно важно нажать? Ну, мне кажется, оно вообще важно. Потом мы еще где-то его там используем. Да, да, но используем, что из А в А, с А тоже, да, мы используем. К слову, вот в нашем показательстве свойства 2 может прилетать. Вот, сетка и силы. Не, оно вот только в этом в 3 используется на полную мощность, мне кажется. Рефлексивность это вот второе. Ну, мы его и построили, а почему нет? Нет, нам написано, что мы взяли какой-то цилиндр А с волной, что там было. Но там надо, например, сказать, что цилиндр это А есть. Нет, цилиндр это Е. Мы взяли какой-то цилиндр А с волной, какой-то, любой вообще, какой вы хотите. Дальше мы взяли композицию, дальше мы вот взяли и построили вот отображение из этого цилиндра в Б. Нет, нет, нет вопросов, почему такой цилиндр вообще есть? Ответ не почему, он постройку как, но постройку надо сказать, что этот цилиндр есть А. А, окей. Отображение из А объединения А, А это ровная есть волная цилиндр, то есть отображает цилиндр это цилиндр? Ну, я думаю, что, на самом деле, действительно, если более систематически, где это написано, там люди сначала доказывают, что цилиндр существует вообще. Ну, потому что, на самом деле, если возьмете просто А, то тогда у вас из дизъюнтного объединения А с А в А не будет кофибрации. То есть, ну, сначала вам надо доказать, что цилиндр существует, действительно. Это некоторая там вещь... По диагонали это... А? У нас же А кофибрации, верно, по диагонали это просто. Да, по диагонали это просто. Нет, это кофибрации. Нет, 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 я не очень понимаю. Нет, нет, нет. Ну, просто вот Игорь предложил взять, как я понял, вот это А с тильдой равно А. Ну, на мой взгляд, это не подходит, потому что тогда у нас одно из условий цилиндра, это то, что вот это вот отображение... Во-первых... А надо брать само А по произведению А, наверное. Что? Может быть, надо брать само А по произведению А? А тогда у вас не будет слабой эквивалентности с А. Нет, нет, надо доказывать совершенно честно, что цилиндры существуют, и я это действительно опустил. В следующий раз исправлюсь. Ну, допустим, давайте сначала поверим. Вот, просто значит, если они существуют, то нам можно взять любой совершенно цилиндр, неважно какой, и просто взять вот это отображение сигма, слабую эквивалентность, и взять его посткомпозицию с F. И тогда, соответственно, вот эта диаграмма будет решать эту задачу для FF, то есть будет гомотопия из F в F себя. Ну, просто потому что если вы... Ну, просто потому что, так как это вот кодиагональ, вот, да, то у вас вот эта композиция, они просто обе композиции тождественны из А в А, а тут вы еще берете там в B, F, ну... Да, да. Не, ну надо, да, действительно, я что-то как-то вот вам не доказал, что цилиндры существуют, а надо бы... Ну, да, да, например, да. Нет, нет, ну правильно, Игорь правильно говорит. Вот у вас есть отображение кодиагонали, вот это. Кодиагонали из А на А в А. Вот, вы его можете, значит, разложить в, значит, в, соответственно, в композицию, как его называют, кофибрации и слабой эквивалентности сигма, которая, к тому же, можно еще быть фибрацией. То есть это кофибрация, а это слабая эквивалентность и фибрация. И вот вам, вуаля, цилиндр, соответственно. Так что тут особо нечего доказать. А? Транзитивность. Да, вот, мы вернем сейчас, да, трензитивность, да. Вот, короче, пока, значит, было сказано следующее, что вот мы построили вот такую вот диаграмму, вот в пушауте мы задействовали как раз те нижние основания первого цилиндра и верхнего второго, которые мы должны склеить, а вот эти будут наоборот, верхнего первого, и нижняя второго. Вот, и мы, значит, вот это, значит, все дело построили. И дальше мы хотим показать, что вот есть отображение и за три сильда, значит, а на а. Вот это вот наше там вот уже построенное тут отображение. И тут вот есть некоторое отображение в B, которое будет F и H. Значит, как мы это можем показать? А зачем ты доказываешь, что сигма-3 является слабой куалет? А, по определению цилиндра. А, хорошо. В цилиндре это должно быть. Сейчас, что-то я немножко уже просто сегодня запутался. Нам нужно отображение из А3 с волной в B, правильно? Как это можно сейчас? Нам нужно отображение из А3 с волной в B, вот то, что тут написано. Да. У нас есть отображение из белого, вот в этой большой диаграмме, в левом нижнем углу, там есть отображение вот из этого А, в B, правильно? Не-не-не, ну так неправильно делать. Из А3 вы имеете в виду с тильдой. Не-не-не, ну они же это включают, поэтому мы из него построим. Если мы умеем строить из А, то есть... Ну вот, да, там, ну правильно, да, А3, да, у нас есть, вот правильно вы говорите в очередной раз, да, у нас, значит, вот из, значит, как-то сказать, у нас есть отображение, у нас есть первая гомотопия, которая есть из А1 сильда, значит, в B, такая, что если взять А на А, вот, то тут будет F и G, да, и есть из А на А в B. А2 с тильдой, если взять тут B, соответственно, это тут некоторое H1, тут H, ну, H большое 1, это H большое 2, это будет G, H. Вот, теперь, да, действительно, мы можем взять, соответственно, вот в нашей, вот в этой диаграмме, мы можем взять вот тут вот B, и потребовать, значит, чтобы вот это отображение было, соответственно, там, F, то есть у нас есть, то есть вот у нас, нет, правильно так сказать, у нас есть отображение из А1 в B и из А2 в B, которые суть H2 и H1, вот, и вот, собственно, те, которые там написаны. И нам нужно показать, нам надо просто вычислить вот эти вот композиции, вот, и 1, 0, H1 в B и А2, 0, А2 в B. Ну, это мы можем вычислять всецело, то есть нам надо показать, что вот эта вот композиция равна там F, а вот эта композиция равна H. Ну, это мы, как бы, как мне представляется, знаем просто из тех соображений, что нам для этого А3, как бы, вообще не нужно, потому что у нас есть отображение из А1 в B, и вот это отображение как раз вот то, что вот при композиции СА дает гомотопию между F и G. Там, в данном случае, нам релевантно верхнее основание, значит, мы получаем F, а точно так же и здесь. То есть вот на самом деле мы просто получаем, что эта стрелка существует и что она имеет нужные вот эти вот композиции из А в B. Не, ну тут на самом деле, по-моему, это все, вот этот момент, по-моему, проговаривается абсолютно честно. То есть у нас есть вот эти два отображения, вот у нас есть отображения H1 и H2, и они обладают тем свойством, что если, что вот тут, собственно, написано, что если я возьму теперь А, отображу там в А на А, вот это отображу там в А1, а это отображу потом в B. И тут у меня есть два отображения. Вот в одном случае у меня получается F, а в другом получается G. Это в точности то, что тут написано. Вот, ну и так как я строю вот это отображение не Sigma 3 уже, а вот H3, правильно сказать, из А3 в B я строю через вот H1 и H2, то я знаю, чему равна вот эта композиция, и чему равна вот эта, а именно F и H. Ну, я так это и строил. И, в общем, это все как бы заканчивает историю, кроме того, что мне нужно место, которое я замял, единственное место, это то, что вот отображение из А на А в А3, сильда, да, которое определяется, вот у меня есть вот это отображение, есть вот это, я знаю, что они кофибрации и все такое, а мне надо доказать, что вот это вот кофибрация. Вот, и вот это там какое-то довольно муторное рассуждение, она является композицией двух стрелок, каждая из них там как вот пушаут некоторой кофибрации, вот это вот место я замял как бы сегодня. Но я вам скину просто где-то там прочитать, если вы сумеете разобраться. А? Это в какой статье? Ну, это не в статье это, ну, вот я, собственно, вот в основном, ну, вот очень довольно кратко это написано в Георджардан, там, а более подробно, и на самом деле, ну, слишком подробно, в том смысле, что вы читаете, 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 и трудно понять, в общем, что происходит за этим бесконечным количеством утверждений. В Хиршхорне. Ну, то есть, в общем, ну, я бы советовал читать что-то более короткое и в Хиршхорне заглядывать, когда там сам не можешь восстановить детали. Как бы, ну, вот как я сегодня, в общем, и делал. Я вот с чем-то там не мог восстановить сам детали по Георджу Жордану. Ну, по крайней мере, вечером, когда готовился, я заглядывал в Хиршхорне. Вот, ну, в общем, мы что доказали? Мы доказали, что действительно вот это все работает, и что если А кофибрантно, да, то вот это является отношением эквивалентности. То есть мы можем, меняя вот эти цилиндры, цилиндров очень много, и они получаются просто вот, как было сказано, вот этой вот факторизацией отображения из А на АВА по CM4, по CM5. У нас есть факторизация такая, так что это, значит, слабая эквивалентность и фибрация. Странно, кстати, что нам не надо, на самом деле, что это фибрация, да, то есть казалось бы, что можно было бы как-нибудь использовать, но, наверное, это непонятно. Но на самом деле это не используется, что это фибрация. Вообще в этом рассуждении, по крайней мере, используется только, что это слабая эквивалентность, а это кофибрация. Ну, для этого нам нужно, как я понимаю, там бесконечные малые пределы и пределы, да? Ну да, сейчас, конечно, у нас есть малые пределы и снабжают внутри, фиксируют внутри какое-то разложение. Ну да, да, да. И тогда это внутри-то, да, да, то есть он очень хороший, и он изучается А-крест-И, то есть буквально цилиндров. Да, 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 я понимаю, да. Ну, в принципе, да, но для этого нужно, но это получается не задаром, то есть для этого нужны малые пределы. Ну, если вы хотите small object, там, аргумент применять, там используются такие большие пределы, не обязательно конечные. Да, но вроде это не нужно для того, чтобы... Ну, потому что, как я понимаю, функториальная вот эта вот факторизация, она именно через small object аргумент делается. Ну, а как, просто... Не, ну ее не обязательно постулировать, ее можно как бы там выводить. Ну, мне, я не знаю, может быть, я не прав, но мне кажется, что это как бы очень близко с существованием бесконечных пределов, и кубледелам. Нет, но как бы и малый объект, в смысле, он нужен тогда, когда мы хотим вывести как-то реальное условие. То есть его можно не требовать. Первое, что... Ну, я вижу, что контральное условие можно не требовать. Можно не требовать, да. Не, ну лучше его требовать, конечно. Ну, в смысле, лучше, когда оно есть, но просто вопрос там... Мы же в конце концов не фигней какой-то занимаемся, мы применяем это к реальным примерам. Если у нас категория, в которой, ну, есть, по крайней мере, бесконечные эти пределы. Ну, вроде бы, я читал про часов, вот во всех реальных примерах они есть, то есть, как бы, не вот, начиная с Ховея, я понимаю, и до него тоже люди уже, в общем, все везде просто, ну, считаются... До кого? Ну, Марк Ховей, или как? Хове. Хове. Там, ну, он же писал, что, вот, мы будем считать, что, подключаясь от Квилина, будем писать, что модель категорику, он еще не поможет. Ну, Квилин, он даже, на самом деле, вроде как, если поглядеть, там, вроде, ну, вот, по крайней мере, пишут, что, ну... У Квилина, вроде, конечный предел. У него вообще много всего. У него даже вот это вот свойство, что кофибрации и, там, фибрации сохраняются при пушаутах, слэш-пулбеках, они даже у него, там, требуется аксиома такая. То есть, он там... Ну, у него... Ну, слушайте, человек это все придумал, вообще, можно сказать, ну, не то, что на пустом месте, но это первое было, но всегда там... Потом уже люди, ну, как-то там написали более четко, поняли, какие аксиомы, из каких выводятся. Ну, да, да. Не, ну, правильно говорите, да, ну, на самом деле, ну, по-моему, все-таки вот как-то наличие вот этой функториальной факторизации, это как-то очень близко к small object argument. Ну, если мы хотим его строить, по крайней мере, ну, не просто постулировать, а доказывать существование. Ну, доказывать в каких-то там... Почему не определить? Ну, как функторы такие вот есть вот... Нет, ну, вы доказываете, что просто там... Нет, ну, во-первых, сначала гомотопическую категорию мы можем определить без функции? Ну, конечно. А вот потом нам же нужно... Да. Ну, надо правильно заменять объект на фибрадную фибрадную, то есть, чтобы потом... А, фибрадную, да, да. Чтобы функтор получить... А, окей. Ну, ну, чтобы... Ну, да, правильно, чтобы кофибрадная замена была функтором. Да. Ну, да, да, да. Это проблема такой про резольвентом, но вы считали, что... Вот как-то из них не делаете... Да, 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 да. Да, 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 да. Не, ну, правильно, да, ну, то есть... Правильно говорите-то, но... Не, с другой стороны, если мы функтор хотим строить на гомотопической категории, то нам нужна какая-то более слабая, наверное, все-таки функториальность, то есть... Ну, да. У нас же будет все равно функтор на гомотопической категории, то есть... Ну, вы говорите, что если есть такая функториальность on the nose, тогда она... Ну, это же, как-то, как-то говоря, ана-функтор, да, то есть, ну, все-таки функтор про них мы не сможем, не сможем, как бы, вот, или как нам нужна какая-то акционная выбор, то есть, не знаю... Нет, ну, вам надо построить функтор из гомотопической категории. А, ну... Нам все еще... Вопрос в том, нужна ли нам для этого функториальная кофибрантная замена, или можно там что-то более слабое иметь? Ну, не знаю. Ну, мы... Кофибрантная замена, это более слабое, что ли, чем функториальная замена? Более слабое, что ли? Ну, это функториальное разложение из частных морфизмов. Значит... Ну, да, да. Ну, может быть, вывести общее разложение из замены. Ладно, дайте попробуем это все обсудить. Ну, я не готов, конечно, так как, в общем, у вас это там, вот, у тех, кто третикурсник, у вас в какой-то виде это будет, на самом деле. Ну, просто в следующий раз мы еще об этом поговорим точно. Вот. И еще раз, на самом деле, в той науке, про которую мы до этого говорили, там возникает симплециальная модельная категория. Хотя, на мой взгляд, она там тоже не возникает, потому что там нету... Там есть ко-тензоры и нету тензоров. То есть, ну, по крайней мере, я вот, если вы мне скажете, кто там тензоры, я буду очень рад, потому что я так чуть-чуть подумал, я не понимаю, кто там тензоры, понимаю только... Ну, люди пишут только про ко-тензоры. На самом деле, для этой, для гомотопической науки нам это и не надо, как выясняется. Но, тем не менее, вот, если брать формальное определение, симплециальная модельной категории это не является, то, что там у нас будет. Но это является, там, мы можем построить вот path object, как раз вот с помощью ко-тензоров, мы можем, симплециальных, можем построить вот этот вот path object, из которого там уже совершенно все оказывается видно. Ну, короче говоря, я просто подумал, что, ну, что я буду совсем размахивать руками, как вообще об этом говорить, если вот всего вот этого непонятно. Поэтому давайте вот мы в следующий раз, мы обсудим еще, значит, чуть-чуть вот поговорим об этом и про симплециальные модельные категории, и чем это нам помогает сделать вот это отношение к гомотопии более явным. Хорошо? Да. Спасибо.